А для начала я бы хотел бы обратиться к вам, зрителям. Несколько выпусков назад, если перекрутить, если вы помните, у нас в гостях была Виктория Маркевич, медицинский работник, медицинская сестра, которая в 2020 году во время войны в Арцахе, она добровольцем, будучи русской, приехала из Санкт-Петербурга в Армению, чтобы лечить наших раненых. Ну, вы, я думаю, помните этот выпуск. И вот в ближайшее время она хотела бы посетить снова Армению и показать эту страну своей маме, которая никогда там не была. У нее финансовые проблемы. Я бы хотел бы обратиться к вам, чтобы вы помогли осуществить другу нашего народа, которая бы смогла бы туда приехать и показать маме Армению. К сожалению, вы в курсе, что сейчас происходит с политической обстановкой, в том числе в России, YouTube уже не дает такие деньги, чтобы я имел определенный какой-то фонд и мог от себя помочь, как я раньше это делал. Теперь уже только вся надежда на вас. Если подключитесь, и каждый из вас захочет помочь, неважно, какая сумма, любая сумма пригодится, тем более полеты из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно, я не думаю, что это прям огромные деньги. Так что, если захотите, сделайте. Реквизиты у меня под этим самым выпуском. И все, что вышлете, я Вике передам обязательно. Поэтому это моя просьба решать, конечно же, вам. Когда было с YouTube все в порядке, я мог из собственных запасов, из того же YouTube или ваших донатов помогать другим, чего я и делал. Сейчас, к сожалению, с YouTube проблемы в России. Рекламы на территории России тоже особо уже нет. Вы это видите. Те, которые смотрят антитопор на территории России. Соответственно, у нас русскоязычная аудитория. И большая часть зрителей проживает в Российской Федерации. Ну, это было отступление. А теперь, впрочем, начнем по той теме, которая тоже, кстати говоря, несколько недель назад у нас она была. И я понял, что вам понравился очень азербайджанский академик. Вернее, мой ответ азербайджанскому академику. Да, он клоун, но он такой достаточно фрик. Что с него взять? Достаточно обычный такой вот азербайджанский клоун. Причем, ну, азербайджанский академик, в принципе, это и есть клоунада. Во всяком случае, в области гуманитарных дисциплин. Я уж не знаю, как у них обстоят дела с математикой, с геометрией, с физикой, химией. Но в области гуманитарных дисциплин там сплошная клоунада. Хотя, возможно, и с математикой та же проблема, учитывая, что мы уже 30 лет слышим, что на территории Азербайджана проживают 30 тысяч армян. И вот уже сейчас 2022 год. А эта цифра нам втюхивалась еще в 2000 году. Соответственно, ну, и в 90-м, и в 2000-м, и сейчас 22-й. А все там до сих пор 30 тысяч. То есть их популяция никак не увеличивается, не уменьшается. Они не рожают, они не умирают. Они просто есть и есть. 30 тысяч. Соответственно, у них математика ровно такая же, как история, философия и все остальные гуманитарные дисциплины. Поэтому я решил вернуться снова к нашему любимому азербайджанскому академику. И, ну, я тоже скажу, в принципе, это один из моих любимых был выпуском. То, что я сделал ответ вот этому академику Академии наук Азербайджана имени Фонда Алиева. Утрирую, конечно. Тут некоторые меня в прошлый раз упрекнули в том, почему я, дескать, проигнорил и не ответил на выпады академика по поводу армянской болезни. Видите ли, на все ответил, а вот по армянской болезни я, мол, типа, избежал этой темы. Так вот, я думаю, что торопиться не следует. Все нужно делать дозированно. Ничего я не избегаю. И, конечно же, отвечу. Просто, ну, настолько все выдал в прошлый раз, что, как мне показалось, вопрос с армянской этой болезнью должен был сам по себе казаться уже неактуальным. К тому же я не врач. Но если вы хотите, то, в принципе, нет проблем. Расскажу в меру своей компетенции. Думаю, ее хватит даже не имея медицинского образования, этой моей компетенции. Ведь я вас, азербайджанских пропагандистов, томирую не скальпелем, но словом. И вы это знаете. А словом томировать все-таки это безопаснее, чем скальпелем. Безопасно и полезно. Итак, начну издалека, как я люблю это делать. И простейшими словами, со ссылками на независимые источники, чтобы мог освоить тему даже тот, у которого основная деятельность – это Алыш Вериш, основная книга жизни – Базар Намы. На земле нашей грешной десятки существительных, имеющих официальное и неофициальное название с прилагательными «армянский». Дело в том, что территория исторической Армении, простиравшейся от армянского Тавра, район современных Аданы и Искендаруна ныне в Турции, далее через все Армянское Нагорье до берегов Куры и Аракса, является одной из древнейших человеческих цивилизаций, где кипела жизнь уже тогда, когда большая часть Евразии была не заселена. Поэтому продукты природы, рожденные в этой части света, называются армянскими. Уж так повелось. А сам народ испокон веков проживающий здесь армянами. Об армянских горах писал отец истории Геродот. Он же писал о населении этого региона, армянах, четко указывая границы. Учитывая, что регион исторической Армении горный, то в геологии многие породы, названные армянскими, например, армянская руда, одна из древнейших пород, добываемая на территории армянского Нагоря, или армянский камень цвета индиго. Его синонимы лазурит или арминокум. Греческий военный врач первого века Педаний Диаскорит писал, что ляпис армениус, гладкий небесно-голубого цвета камень, легко распадается. Другой греческий врач шестого века, Александр Тролийский, считал, что камень отлично подходит для лечения четырехдневной лихорадки. Это то, что нынче считается армянской лихорадкой и являлся часто актуальной болезнью и армян, и греков, и народов региона от древней Эллады до армянского Нагорья и Леванты, Иудеи. То есть коренных народов региона. Но к этому мы еще вернемся. Также у известкового туфа травертина есть разновидность с названием армянский травертин. Это очень древняя порода, поставлялась из армянского Нагоря даже в Европу, покуда залежи травертина не были открыты в самой Европе. Например, известное всем нам чудо света Колизей в Риме был построен из травертина. Поэтому не удивляйтесь, если среди ереванских зданий из различных видов туфа вы увидите породу, схожую с той, что напоминает Колизей. Но помимо горных пород, названных в честь Армении и ее народа, имеются и ее биологические виды. Почему нет? Это нормально, если регион имеет древнюю историю и известен с незапамятных времен. В честь Греции названа гречка и грецкий орех, в честь Персии – персики, в честь Китая – апельсины, апель, яблоко, син, Китай, это по-голландски, китайское яблоко, в честь Финики и ныне Ливан – финики, ну а в честь Армении – абрикосы, чье ботаническое научное название – прунус армениаке, армянская слива на латыни, а также армянский лук или мускари армянский, на латыни – мускари армениакум. Также лилия армянская, латинское название – лилиум арменум, чьи лепестки экспортировались ко двору Рима и Египта для изготовления парфюма. Ну и, естественно, армянский огурец – змеевидный сорт дыни в виде китайского огурца. Как вы поняли, регион настолько древний, что и его дары испокон веков называются армянскими. То же и с народами связано. Известно, что те или иные этносы имеют предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Это, как правило, генетические заболевания. Есть генетические болезни евреев, ашкеназов. Есть определенные заболевания у китайцев и монголов, из-за чего им противопоказан, кстати говоря, алкоголь. Тюрки в эту группу риска тоже входят из-за родственных с монголами ДНК, ну и так далее, в принципе. А есть так называемая армянская болезнь, имеющая также название периодическая болезнь или средиземноморская семейная лихорадка. Помните, я говорил о греческом враче шестого века Александре Тролийском и его четырехдневной лихорадке? Это и есть армянская болезнь. Среди клинических проявлений этого заболевания это перикардит, артрит, плеврит, головная боль, шум в голове и ушах. По-разному проявляется. Во всяком случае, я этим не заболевал, но об этом говорят справочники. Но тут есть одно но. Армянской болезнью болеют не только армяне. Армянской этой болезнью или средиземноморской болезнью болеют народы региона. Это греки, грузины, ассирийцы, евреи сефарды, марониты, арабы Ливаны и Сирии и даже современные турки. То есть, восточного средиземноморья, чей ареал зародился и живет на армянском Нагоре, армянском Тавре, а также соседствующих регионах. И она присуща как раз автохтонам, что говорит дважды, что армяне испокон веков здесь живут. А как же турки, спросите вы? Да все просто. Современные турки, если пару процентов тюркского ДНК имеют, и то хорошо. Современные турки, это в большинстве своем, это помесь автохтонов, армян, греков, ассирийцев, арабов. Ведь не секрет, из кого создавались яночары. Да и кровь султанов, загляните, о многом говорит. По этой причине, турки давно не те тюрки, они давно не с раскосыми, жадными очами, как писал великий поэт Александр Блок. Внешне турки уже не отличаются от нас, потому что в них сидят наши с вами гены. Не их гены в нас, а наши гены в них. Так что, уважаемые азербайджанские горе-академики, коверкая армянскую болезнь, чтобы поддеть армян, как вам кажется, вы армян нисколько не поддеваете. Наоборот, это вам лишь доказывает, что мы у себя дома, где многое названо нашим этнонимом. Но, возможно, поддевайте своих братьев-турок, кстати, об этом задумайтесь, из-за собственного скудаумия. Ведь турки тоже подвержены армянской периодической средиземноморской болезни. Учитесь и будьте образованными. Избавляйтесь от азербайджанской болезни малообразованности, искусственно взрослой для вас, вашим отцом нации, хамом Алиевым.